Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Ольга Малахова. В этом видео уроке мы создадим серию писем на Smart Responder. Для этого переходим на сервис Smart Responder. Набираем в поисковой строке smartresponder.ru. В правом верхнем углу нажимаем зеленую кнопочку Войти. Открывается окно Вход в систему. Обратите внимание, у вас должна быть открыта вкладка Автор рассылок. Набираем ваш логин, пароль и нажимаем зеленую кнопочку Войти. В меню выбираем рассылки Создать новую рассылку. И начинаем заполнение. Нажимаем треугольник справа и выбираем автоматическая последовательная серия писем. Язык русский, периодичность выпуска. Вы можете выбрать любую, но я выбираю 5 выпусков в неделю, потому что у меня 5 писем. Название рассылки можно набрать прямо здесь. Я его заготовила заранее, поэтому я его просто скопирую и вставлю. Из вордовского документа. Копировать. Правой кнопочкой Вставить. Тематика рассылки. Нажимаем треугольничек и выбираем экономика и бизнес. Здесь я ничего не меняю. Краткое описание рассылки. Опять она у меня заготовлена заранее, поэтому я его просто копирую и вставляю. Вот смотрите, точечку я могу поставить прямо здесь. Значит вы можете в этом окне редактировать свое сообщение. И нажимаем кнопочку Создать. У нас выходит список рассылок, которые мы создаем. Я ранее создавала такую рассылку. Видите, она у меня есть уже с этим же названием. Поэтому я ее удалю. Ставлю вот здесь галочку. Опускаюсь вниз и нажимаю Удалить. Ок. Теперь, если мы нажмем на название рассылки, мы попадаем в эту рассылку. Все, что мы заполняли, здесь отражается. Видите? Но нам интересна вторая часть. Так как мы будем заниматься письмами, то мы нажимаем Добавить письмо. Нам нужно найти тему письма и нам нужно найти тело письма. Где же мы это берем? Мы идем на сайт школы. Опускаемся в партнерское. Задача номер один. Создать подписную базу. Здесь выбираем третий пункт. Образим в писем рассылки. Скачайте здесь. Нажимаем. У нас скачивается наша рассылка. И мы ее открываем. Сделаем на весь экран, чтобы легче было с ней работать. И начинаем ее редактировать. Смотрите. Первое письмо. Тема письма. Вы уже зарегистрировались? Копируем. Правой кнопочкой мыши Копировать. Переходим в рассылку. И вот здесь тема письма правой кнопочкой вставит. Идем в тело письма. Опять же. Здесь нам нужно провести кое-какие изменения. Смотрите. Скайп нужно заменить, потому что это скайп человека, который создавал эти письма. Я напишу свой. Вы пишите, естественно, свой. Вот здесь тоже нужно поменять скайп. И по письму пройдитесь. Найдите ошибки, которые вас не устраивают. И замените их. Здесь тоже удаляем. Пишем свой скайп. И еще я просмотрела. Здесь нужно поменять реферальную ссылочку. Вот здесь реферальная ссылка человека, который делал это письмо. Я ее заменю сейчас на свою. Для этого я пойду на сайт школы. И получу свою реферальную ссылочку. Скопирую ее правой кнопочкой мыши. Теперь я перейду в письмо. И я ее вставлю. Все. Письмо готово. Со слова «Здравствуйте» я копирую все до самого конца. Не захватывая полосочек. Правой кнопочкой мышки копировать. Иду в рассылки. Правой кнопочкой мышки вставить. Еще раз правой кнопочкой мышки вставить. Ок. Все письмо вставлено. Опускаемся ниже. И выбираем проверить на спам. Низкая вероятность попадания вашего письма в спам. Отлично. Тестировать. Тестовое письмо отправлено на вашу электронную почту. Закрываю. Иду на электронную почту. И вот здесь письмо Ольга Малахова. Вы уже зарегистрировались, Ольга? Вот посмотрите, как выглядит письмо, которое придет вашему подписчику. Мы поменяли реферальную ссылку. Мы поменяли скайп. Вот здесь мы поменяли скайп. Помните, я меняла. И внизу мы поменяли скайп. Все отлично. Идем снова на рассылки. Сохранить. Нам нужно создать второе письмо. Опускаемся вниз. Здесь уже смотрите. Вы уже зарегистрировались. Это наше первое письмо. Нажимаем «Добавить письмо». Сейчас будем редактировать второе письмо. Берем тему письма. Так, второе письмо. Вот оно у нас внизу. Тема письма. Копируем ее. Правой кнопочкой «Копировать». И правой кнопочкой «Ставить». Опускаемся в тело письма. Переходим опять в письмо. И здесь вносим изменения. Меняем, как всегда, скайп на мой. Так. Еще в одном месте внизу мне его надо поменять вот здесь. И нужно поменять реферальную ссылочку. Вот она. Здесь мы ее стираем. Идем на сайт школы. И берем нашу ссылку. Правой кнопочкой «Копировать». Идем в письмо. Правой кнопочкой «Ставить». Все, письмо готово. Теперь мы тело письма выделяем от слова «Доброго дня» и до самого конца. Правой кнопочкой «Копировать». Идем в мои рассылки. Правой кнопочкой «Ставить». Правой кнопочкой «Ставить». Окей. Проверяем на спам. Низкая вероятность. Отлично. Но тестировать я уже не буду. Я делаю «Сохранить». Третье, четвертое и пятое письмо вы сделаете самостоятельно. Это ваше домашнее задание. А я вам сейчас покажу, как эту форму рассылок вставить на ваш блог. Нажимаете в меню «Формы», «Генератор», «Форм подписки». Вам предлагают шаблоны. Я выбираю первый, потому что у меня блог в синих тонах. Здесь «Форма подписывает на рассылки». Нажимаю на курс, который я хочу выбрать. Элементы формы, галочки в этих двух окошечках. Меняю размеры и внешний вид формы. Уменьшаю их, иначе они будут просто огромные для моего блога. Выравнивание посередине. Граница. Видите, она идет ровненькая. Я, допустим, поставлю здесь пятерочку, чтобы она стала потолще. И еще сделаю ее пунктиром и выберу цвет, какой я хочу. Вот, допустим, такой. Дальше. Цвет выбираю фона формы. Тоже какой-нибудь интересный. И я сейчас вас научу, как вставлять картинки. Нажимаю «Картинки» и «Загрузить». На рабочем столе у меня заготовлена картинка с идущим человечком математическим. Я ее сюда загружаю. Вот, смотрите, пошел мой человечек. Все просто. Нажимаю «Сохранить форму». Форма сохранена. Получить HTML-код. Ставлю курсор в начало. Нажимаю «Контрол-А». Это я выделила. «Контрол-Ц». Это я скопировала в буфер обмена. Закрываю. И перехожу на свой блог. Открываю Google. Нахожу еще. Блогер. Здесь выбираю свой блог. Куда я хочу ставить эту форму. Вот. Посмотреть блог. Вверху «Настроить». «Дизайн». И нам нужно поработать с гаджетами. Нажимаю «Добавить гаджет». И выбираю гаджет, чтобы там был HTML-код. Вот он. Если я напишу название, оно высветится сверху моей формы подписки. Я не буду пока его писать. А сюда я нажимаю «Контрол-В». Ставить. Сохранить. Сохранить расположение. И просмотреть блог. Вот посмотрите. Ваша форма подписки на рассылку. Сюда вы вводите имя. Сюда вы вводите ваш e-mail. И нажимаете «Подписаться». И поверьте мне, письмо придет на почту. На этом наш урок заканчивается. Я желаю вам творческих успехов. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok.